I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки, мы с вами в Disco Elysium Буквально сейчас перед тем как я запустил игру, Steam сказал Погоди, есть обновление Закачался гиг с копейками, там по-моему гиг 200 или что-то такое Посмотрим, что изменилось Я патчлог не читал никакой, я не знаю, что изменилось Давайте попробуем просто визуально, а потом уже посмотрим что-то как Снаружи видны кусты боярышника Хм, реально хм Так, с кем мы здесь можем потриндеть? С вот этой дурой мы уже триндели Давайте с вот этим придурком Блин, я боюсь, что мне в табло прилетит Это пока мой единственный такой страх Новое задание, возьмите показания у членов народной дружины Хорошо Хит Харди Ну давай, выкладывай Широкоплечья мужчина указывает на тебя банкой пива Когда на тебя указывают банкой пива Это уже не то, с чего ты хочешь начать разговор Давайте так Ха 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 Ну, продолжить Детектив Детектив А ты не спешишь, а Ждешь, пока он созреет Похорошает Мутный Ну ты, чувак, реально мутный Ладно Глен О, он сейчас уже совсем хорошенький Просто бомба Охотно кивает Глен А я... А уж этот аромат хорошенького мальчика Вы... Как бы тут все, что ли, того? Ну ладно Вновь пора на зов, говнотрубе Спокойно, парни Этим уборщикам предстоит та еще работенка Я б туда и за милье не подошел Он хлопает себя по лбу Вам пора переходить к вопросам Лучше не станет Ты, как бы, заткни пасть свою Сперва пересчитай поголовье Свежи мужчин со следами, что видел во дворе Наверняка совпадут Не могу не согласиться Вполне могут совпасть Так, погодите, ребят, минутку Что-то мы никак не подружимся со звуком в этой игре Дело чуть-чуть погромче все Ну, посмотрим Кроме, естественно, голосов разговора Потому что Я не хочу, чтобы меня заглушало Когда я читаю Ну ладно Так Осмотреть помещение Повешенное на заднем дворе Ваш круг дел Это очень прямый вопрос Вряд ли кто-то Я говорил с Джойс Наемник, которого вы повесили Его дружки придут за вами Давайте осмотрим помещение сначала Начнем справа Ботинки 44-го размера Блондин за 30 Чрезмерно мускулинный Не мускулистый, а мускулинный Грубо говоря, мужлан Так Справа от него обычный рабочий Ботин 45-46-го размера Самый старший В помещении Лет 55 Курит Молчалив Насчет молчалив По нему видно, что он Поумнее, чем вот эти вот Аллен Напротив него За другим столом Подбитые гвоздями Рабочие ботинки Как ты это все видишь Под столом? Ладно, этот перец сидит У него нога Закинуто на лавочку Но у большинства людей Ноги-то под столом Ну хорошо Гвоздями рабочие ботинки 43-й размер Татуировки указывают На принадлежность К банде То ли Мискиец То ли Сарамеризец Ого Около 40 лет Или Немногим более Да, есть такое Молодость Он провел В Виллолобасе Жилом комплексе В Джемраке Пребывал в местах Лишения свободы Остальное сказать сложно Чернила поблекли Это ты по татуировочкам Определил Браво И вот Типовые рабочие ботинки Носки с остальными набойками 46-й размер Большая шишка Широк в плечах Сторон в бедрах Кепка Перчатки Без пальцев Множество шрамов Чуть младше 40 Логотип на жилетке Гласит Грибной клуб Пониже Нашивка Ти Харди Капитан То есть ты привык быть главным Что тут Что там И ты такой прирожденный Лидер по жизни Понятно В дальнем углу Типовые рабочие ботинки Носки с остальными набойками Соро считают этот размер 40 с чем-то В руке Безалкогольный напиток Ты прищуриваешься Это что медиатор? Где? У него на шее Забей Это не важно Погодите Медиатор Это не настолько Не важно Это может играть роль Хорошо Пусть это будет музыкант А тот не крупный 41 размер Окей Значит это не тот Нет Я того который в порту Я и не связывал Просто Ну мне тогда В голову пришло Огромный чувак Тяжелый чувак Я тогда так сказал Но потом Когда я подумал Я понял что я ошибался Это не он Вот этот вот Вполне может быть Он сам по себе Так Прибавка этого человека В броне И получишь за 220 В принципе логично Подводя итоги Именно эти Семера действовали На месте преступления Следы их Но есть несоответствие Одной тут нет Странные подошвы Но это которая Водитель Которая из Да Да У нее Это Дамочка Которая перевозит наркоту У нее Наждачка на педали Поэтому Ботинок сточен Именно Пропавшие водительницы Торговавшие наркотиками Значит ли это Что парни Что парни Харди Тоже замешаны В наркоторговле Я практически В этом уверен Но Тут знаете ли Ладно Я не буду Преждевременных выводов Делать Возможно Они просто Быдлые убийцы Это же не значит Что они наркоторговцы Эти бандюки Определенно Весь профсоюз Может быть замешан Может даже Весь Мартинес Подозрительно Осмотреться Не обязательно Водительница Могла скрывать Наркоторговлю Вряд ли Она действовала Хотя Вот я не знаю Это очень Тонкий лед Здесь Смотрите Возможно Они все В этом замешаны А возможно Многие из них Просто Быдлые работяги Которые Просто работают Которые грубые Которые способны На убийство Ради Как говорят Приставали к женщине Эти вояки Или что-то такое Я не знаю Это совпало бы С тем Что сказал нам Джойс Но я не хочу Делать поспешных Выводов Во Давайте Вот так Потребуйте у парней Потребуйте Может быть И это И это самое Это уже секунды 4 Стоишь перед ним Молча Самое время Налечь на вопросы Где Восьмой Харди Где деньги Лебовские Я нашел 8 пар следов Но у вас только Семеро Где восьмой Парень Харди Ты о чем Нет никакого Восьмого Парня Харди Нас Семеро Мы все здесь Он Осматривает тебя Взглядом Ну понятно Что он будет Тут корчить Из себя Крутого И Ясно Короче С такими Разговаривать Бесполезно Ну хорошо Или Что Ты хочешь Стать восьмым Парнем Харди Вакансии нет Качать головы Он Очко навыков Приехало Прикольно Вообще Знаешь Босс Мы тут Между собой Поговорили И подумали Что она Она То есть Восьмой Харди Существует И это Девица Харди Кто же это Элизабет Садовница Нет Нет Это не Садовница Она слишком Тупая Для того Чтобы Проводить Подобные Вещи Слишком Спыльчивая Это явно Не она Я сначала Подумал На нее Но Я тоже Ошибался Завали Глен И связь между вами и местной наркоторговли прикинь вот такую фразу да 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 я блин ладно черт тобой давай вот так да взволнованным он не выглядит под дружками ты подразумеваешь сослуживцев из кренеля а то не хотелось бы его бабу любить по залу раздаются с мешки кто-то из мужчин ставит пиво блин вы все трупы вы же понимаете ну ладно это ты у нас это музыкант это вот этот вот да хорошо ладно забудь не стоит внимание наверное конечно не стоит что они вам сделать в профсоюз 10 тысяч человек это лишний раз показывает насколько вы тупые ну ладно на самом деле наверное две-три тысячи но если таким проще сохранить боевой дух ну да да хорошо повешенный на заднем дворе но он сейчас скажет нет ну ладно красавчик он прихлёбывает из банки любите вы поговорить про красавчика смешно отвечать лейтенант без улыбки но мы в но мы с напарником хотим обсудить с вами серьезную ситуацию вы в этом как-то замешаны я знаю просто так вот почему все все место преступления сейного следами ваших ботинок ты про эти ботинки он поднимает ногу рабочий 46 размер обуви металлические набойки носки да у нас у всех такие есть швырица он мы были в них ту ночь когда вытащили красавчика на задний двор и повесили а это мы сделали смотрит он прямо тебе в глаза вместе сообща держали пока не сдох вот почему там повсюду наши следы где-то тут подвох он признался но затем чтобы ты но не за тем чтобы ты арестовал их всех слишком это просто есть подвох подвоха нет эти семь честных людей в равной степени выступили с заявлением они рассказали что произошло чтобы вы не тратили больше времени то есть это тупо они теперь мы это но мы это всегда знали теперь мы это прям знаем знаем хорошо все 7 вместе они размывают ответственность это тактика для защиты от ареста типа всех не перебьешь всех не арестуешь знаем мы такое хорошо вы просто взяли убили его никаких сожалений я не хочу делать к нему шаг по моему это чревато для нас я же понимаю в каком мы положении то есть мы конечно правы но тут блин и всем уродов сидит кстати раз а ну да 7 до никаких сожалений а скольких ты отправил на chase chase а не сожалел chase electric электрический стул этот метод смертной казни при привнесенный в ревошоль коалиции при сюзерине практиковали расстрел разница или отправил гнить в воссоединение на двадцатку пожизненно он говорит так будто это хуже чем смерть в какой-то мере наверное хуже что такое воссоединение я думаю это тюрьма да он то были плохие слушая просто выполни свою работу только и всего это другое мы проводим в исполнении закон вы просто убиваете людей поправить сказать я только пью что я столько пишу тоже не помню кого отправляться так ладно столько воссоединение думал лучше не спрашивать то были плохие люди это звучит слишком банально я просто выполняю свою работу по факту да но с такими людьми такой лучше не произносить мы приводим исполнять закон вы просто убиваете людей вот и давайте но видишь ли законник сжимает он банку пиво в руки закон это то о чем договорились люди вот мы в мартинезии договорились что этому человеку лучше умереть кто давал указание вы глухой отдельно мы вам никого не отдадим нельзя арестовать одного парня харди только всех сразу на губах и проступает тенью смешки она склоняет голову как думаете получится сумеете арестовать их всех блин вы явно дебилы вы не понимаете что если вас сейчас не арестуют то вы все покойники ну ладно черт с вами на самом деле меня раз меня устраивает и тот и другой расклад вам все равно всем хана так что этот вопрос с подвохом не позволяй задать не позволяй ей задавать тему беседы не ну серьезно кто тут главный а сам ты как думаешь что вопрос его скорее повеселил чем разозлил на эту дуру вообще нельзя обращать внимание она как раз это добивается ты и ты тут команды я думал я думал она на ангуса жиробаса кто больше тот и сильнее думаю вот этот здоровья кивнуть на бородатого обычно главный в банде самый старый почти почтен почтенный непочетный фига себе восьмой парень которого здесь нет большая шишка до короткое молчание потом потлач нарушает тишину тит никто не сомневается я попал да это точно она то есть среди них среди них пошел раскол они считают ее главное но пытаются его убедить что красиво красиво всегда приятно попадать в точку в том уж в том кто у нас главный вот как он хотел закончить тит ему не позволит нет 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 трясет на голову нет блин большая шишка вот она перед тобой мой дела ты в глаза смотришь он цепи он цепляется себе в пах вот она шишка гляди ну блин а какого поведения еще ожидать от этого ладно не обращай внимание эту выходку она презрительно смотрит на тита у остальных парней нет комментариев о распределении власти в их коллективе в ту ночь они действовали вообще как один человек все завали слушай я уже тут разобрался когда произошел этот инцидент ты не обязан и дальше отвечает ни на какие его вопрос напоминает элизабет титу зная лизера слабся он отпевает мы убили его в то воскресенье ночью хотелось закончить неделю чем-нибудь приятным как долго вы знали жертву знали мы с такими мразями не водимся говнюк далека за кого нас принимаешь цвет смотрит на глена он прибыл недели три назад как раз когда приплыла это коза из пайнс доволен под козой из пайнс вы подразумеваете джеймс миссия джойс миссия представительницу out пайнс лейтенант делает и что заглядывает заметки погрузочной компании против которую бастуете нет с ножем отвечает он я подразумеваю козу из пайнс тупое животное которое прислали нас хотя знаешь что потирает подбородок делая вид что задумался почему в тебе не расспросить ее про красавчик уверен ей найдется что рассказать интересно если спрашивает достаточно строго я знаю про красавчика уж побольше твоего поверь мне чувак ладно на сегодня достаточно инсинуации тит она поворачивается к тебе офицер допрос подходит концу выбирать последний вопрос с умом ты бы тоже кстати помалкивала как вы его убили мы подвесили его за шею и подождали пока перестанет дергаться это тут что тут не ясно начальник тебя в в к пошелке своему ничем в к по школе совсем ничему не учили что ли вот тут бы пригодилось исследование тела но придется работать с тем что знаешь а как него снять погодите я что-то пропускаю в этой жизни я же не могу его никак снять или могу как него снять есть мне нужно было осмотреть тело я понимаю но я к нему подходила мне не было никаких опций блин воцепнули ему рот у вас нет показать у нас нет пока этом чтобы кто-либо слышал и ты не обязан ничего разъяснять мы на него навалились оттащили дерево без сознания накинули ему на шею петлю подвесили держали пока не помер а а потом оставили чайкам червям тщедушным чудо что мужичок указывает на тебя и вам уродом сперва сбей с них немного спеть потом смотри сходится ли история самообладание равные шансы пожалуйста получись это было нужно черт хотя нет они впечатляющие собраны все присутствующие это даже удивительно с учетом того как ты закидываешь их вопросами они они не собраны они выдали мне кучу информации все может хоть один дергается ломается под давлением но вот этот он в принципе дерганы и так что особо не так что особо не надейся где именно вы на него навалились разве я не был профессиональным убийцей как вам удалось его одолеть взяли числом а ты думаешь он косится на девушку ты права лизе хватит сменять их объяснений нет не хватит пока не хватит где именно вы на него навалились да вот прям тот оглядывается он мудила разгуливал тут будто это его барный получил по заслугам ладно какие начальник а это был не последний вопрос иди в задницу ну хорошо почему почему он супер сквозь у потому что он был никчемный не наемнической мразью и взорвался в моем городе а это твой город то есть он был наемником и всем и зарвался повторяет он сжимая зубы как клещи какие наемники каким наемником он был таким какие объявляют во время как и которые объявляются во время стачек и опытным к тому же он а от него так и разила кахоем из семенинами бывший аранский спецназ ну то есть на подавление штурмов да 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 боевая граната мужчина разводит руками прям мразь в нашем баре доказать не могу но знаю что его прислала прислали wild points это они таких мрази нанимаю такое бывало на всех стачках отсюда до самары погоди откуда вы вообще знаете что он из спецназа ну-ка потому что как-то раз он встал прямо у микрофон искал я из я из сраного аранского спецназа и раз фигачу тут всех самом деле а в самом деле выпил там джинс тоником спел какую-то песню аранский десантников обещал всех раз фигачить мы тоже не поверили но он реально так сделал прям вон там он указывает на сцену как животное сказала животное это интересное замечание кстати миссир сие есть истина мне подсказывает драма спасибо хорошо это серьезно нарушение кодекса караоке между прочим так ладно а что он совершил дурно это дурное ребят он он домогался до женщин одну изнасиловал мешал рабочим угрожал к кого-то убить для от страстки он утирает брызгающую слюну ну понятно блин вот изнасилование мешал рабочим угрозам насилием почему такое странное снижение градуса всех нас убить если мы не откроем ворота и не пустим антистачников если не будем им под подмахивать он хрустит костяшками и это все до того как он повадился ходи ходить сюда он сказал что теперь это его любимая забегаловка начал приходить сюда каждый вечер пил лопал девица одну из наших схватил прямо во время песни на сцене он кого-то лопал ведь она пытается разобраться в вылившемся на него потоки информации до схватил одну девушку красивую совсем молодой она пела под караоке только начал 2 куплет лавр лейк и тут он начал этот он хватает ее за ляжки начинает вопить покажение потом потому его а потом ему прилетела в голову бутылка от вина он даже не упал мужчина качать головы будто сам не будто сам себе не веря это та же девушка которую он я же не ослышался изнасиловал ты глухой блин тебе же все сказали парень решил проблему девчушку отбить успели а мы с женами и отбили ты глухой блин повторяет он как попугай тут что-то не сходится ну понятно что не сходится так похоже они не хотят говорить об изнасиловании который упомянул тип почему это серьезное обвинение так он кого так но кого он износил от серьезное обвинение нет короткая пауза имени ты не получишь это мартинесская проблема обсуждать ее с клонами я не намерен сейчас ты про это больше не узнаешь он закрылся к сожалению да я вот это не хочу нажимать это это наши проблемы то есть этот проблем для нас оставит они для них поэтому ну и что теперь ничего резко отвечает она так это уже или забыть с нами говорить я чудо она просто и мы стоят не спина я не ожидают не реплик ну ладно ваша расследование закончено уезжайте из мартинеза своей на свои участки где вами место спасибо но мы думаю пока задерживаться что тут не сходится тит закрывает блокнот я достаточно давно этим занимаюсь так что знаю просто так люди в убийстве отчаявшиеся люди просто так в убийстве сочи с отягощающими черт побери обстоятельствами не создаются даже если ответственность групповая мы продолжим расследование поднимите сфига ли я должен авторитет в его глазах то подымать он же блин уже животное ну ладно ну дачу он хватает очередную банку пива от нас настоящих хранителей правопорядка вы слышали все что полагается копом на прокат скажите спасибо что они получили по морде иди тебя там ждут немыслимо блин но авторитетом я его не задавлю потому что у меня три окажется если я сейчас нажму мне явно прилетит по лицу а если вот так да сейчас нашел ты он невозмутимо откидывается нет никакой местной наркота наркоторговли здесь все чистенько как в больничке вали в джемрак и поинтересуйся у местных нариков что творится на улицах вашего участка 41 41 килограмм типа 41 участок понятно непременно так и поступим но знали вы что на перекрестке он указывает на юг стоит брошенный грузовик на котором возили сырье для наркоторговли в терминал б джемрак из терминалов б джемрак его водитель присутствовал на повешении это один из вас мы осмотрели следы и нашли связь он постукивает по блокноту потом оборачивается к тебе детектив контрольный выстрел мысль вспыхивает у тебя в голове как софит перед сценой верно нет никакой местной наркоторговли кроме вашей уступают заслуженное право поехали значит так вот мне кажется я об этом пожалею какая захватывающая гипотеза он с улыбкой потирая челюсть что ж пожалуй в теории именно это и стоило бы сделать сильная крепкая официальная монополия и правда выше было бы сули всяких заморышей а теоретически так и стоит поступить если хочешь избавиться от банд дилеров и даже части нариков и заменить их пришлось бы достойными надежными людьми монополию должны держать в руках крепкие парни он ухмыляется ради благо местных обитателей конечно же вы признаете что наживаете страдо собственных людей сюда будут употреблять наркотики так хотя бы не убеждая себя и дальше я-то точно знаю что на улицах по-прежнему полно наркоты вам ничего подобного какой-то звездюки его батяня жрут спиды обосраться теперь наверняка и берут в джем раке звездюк кунуса двора это то я как раз тоже про него и подумал чтоб ты не нашел это все мелочевка чувак смотри на общую картину у нас здесь рай и все благодаря парням харди как бы дебилы вас тут все боятся потому что вы отбиты отморозки ладно теоретически разумеется мы просто обсуждаем политику мой ответ на обвинение в наркоторговле как ты смеешь иди нафиг так звучал официальная версия я понял не спешите харди на месте преступления было 8 цепочек следов здесь лишь семь парни харди 8 харди которого не хватает который это же ведь нарк это же она видит наркодила так мой тебе ответ иди нафиг он на шаг придвигается не лезть не в свое дело нет никакого восьмого харди все дела виду я продолжаю себя в этом убеждать ага творюка уже твои даже твои же козлы считает ее главное если чем ладно и приехали снова снова здорово вздыхает девушка о знаю знаю мужичок возбужден возводит палец жиробас шел на четвереньках он такой жирный что от него осталось две цепочки ой блин умники странные так ладно что не говори а соображает а он быстро и дим мамку свое 1 теннис выполнил потребовать парень хамин это та 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 в авторитетами его не задавлю ладно я пойду давай чешать сюда так то жестенько получилось я полтора уровня наварил неплохо так я хотел себе открыть еще один слот для для подтвердить усвоить 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 у меня уже три мысли есть пальцы пистолета я хочу усвоить конечно так гиом лимьон логика это у нас дается эквилибристика нам нужно бы ладно давай пальцы пистолеты расовой теории я ее усвою поговорю со здоровяком потом наверное забуду потому что к черту она мне не сдалась один драмы тем более нафиг ни один драмы хорошо понедельник найдите деньги чтобы заплатить гарту курильщик закройте шлюз в среду найдите нарушителя pdd так блин спойте в караоке найдите катушку с грустной песни я вас понял так осмотреть жертвы осмотрите тело висящее на заднем дворе это предварительный осмотр нужно всего лишь побороть рвотные позывы и подойти поближе черт подавайте сходим потому что мне кажется джойс не только богатым и согласно ставить на ваш давайте мы наверно так я щас оплачу во первых ночь тебе об оплате постоянно сегодня мне есть двадцатка на тебе хорошо сегодня номер ваш но не забывайте завтра понадобится еще 20 до спасибо понял поговорите с титом то 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 чтобы продвинуться в расследовании говорите с титом и поднимите свой авторитет в глазах парней харди вы издеваетесь там три процента к себе активных заданий так да с извини все 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 я с тобой ни о чем не поговорю все мире связаны так то да пойдемте еще раз к телу по-хорошему я тогда но нет я знаю что мне делать но я не знаю что мне делать эти дебилы они не понимают что они сами себе делают хуже папа она на крыше как не попасть на крышу погодите как мне попасть на крышу танцев тряпье там стоит эта деваха как же право флил что я не поговорил с тем парнем после 21 елки-палки так час об этом сожалею если она на крыше значит с ней можно как-то поговорить где у нас доступ на крышу сейчас надо посмотреть а если хотите что-то сделать в тайне от лейтенанта улизните пока он спит интересное кино постучать снова тишина коротко коситься уйти хорошо здесь так электрохимия хватай этот пухленький сочный окурок и выкури его прямо в засос ты хочешь чтобы я окурки курил нет не буду спасибо нет просто нет не то что нет прям нет как мне на крышу попасть не бойтесь говорить странные вещи люди намного могут закрыть глаза когда дело касается представителей власти например полицейских то есть напрямую вам не говорите неси всякий бред и все будет с тобой хорошо как я попасть на крышу черт побери вы ленен вакс танцев трипье блин возможно это можно сделать с соседнего здания каким-то образом ну из моего номера это точно не сделаешь тут переход соседний номер тут лестница мне еще столько всего тут надо пооткрывать офигеть мне нравится эта игра очень обширная она просто и мне нравится такая вариативность я уже вообще молчу сколько диалогов и возможностей здесь прописано при том что ты разговариваешь не только с людьми но и своими собственными чувствами с мебелью с вещами у нас ничего нового не появится на эту тему следы все еще на месте от сердца вставал машина которая врезала щит сломанного слом самарийского да у нас появился новый диалог ну взгляд ли не следует за отпечатками шин вполне возможно тут наблюдает наблюдается сложная опрометчивая безрассудность да хорошо мы подвязали этот но не диалог эту фразу сюда хорошо 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 стойкость 28 шанса по-моему они были ниже неудача вонь просто тошнотворная она проникает тебе в рот гораздо стремительнее без церемонии чем ты ожидал не просто вонь а настоящая лихорадка она заполняет разум омывая тебя изнутри ладно их чертовы давай и блеванин ты чувствуешь как чудовищная сила сворачивает твой живот тело корчится в спазмах выталкивая воль наружу толчок за толчком и вот у тебя под ногами уже лужи блевотины а горло саднит от желудочного сока от лужи исходит запах красного командора помимо этого чувствуешь спирт и видны кусочки шаурмы но это по идее должно произойти было вчера поэтому извиняюсь ничего со всеми случается лейтенант протягивает тебе свой белый на свой платок оставьте у себя спасибо очень предмет полтоп лейтенанта таком в таком похмелье с этим явно тяжелее справляться пригодится бы нашатырный спирт он прочищает разум мы кстати можем еще на планшете на нашем что-то почитать я помню мы там оставляли на потом это было давно правда потому что нашатырный спирт поможет хорошо где он стоит та девушка садовница садовница блин упоминала что принимает нюхательные соли чтобы справиться запахом он кивает сторону площади но но если у нее больше нет возможно спросить его фриты поблизости хорошая идея так во первых мы получили платок погодите а у ее можно продать я не видел чтобы кому-то что-то можно было продать посмотрите тела жертвы добудьте у садовницы или в магазине фриты нашатырный спирт а это этого простить дело понятно нашатырный спирт но я с этой грым за разговаривать не хочу но если это сулит нам что мы достанем нашатырный спирт бесплатно блин если без не вчера поговорил может не было бы а сейчас она вряд ли мне что-то даст во фриты покупать черт у меня только четыре садовница грёбаная ты делится харди нет сухо ты че-то на а могла бы листы бы кем угодно могла бы быть даже моделью даже моделица и каменит глян мне есть диплом я юрист грубо говоря ты дура так что ладно он прав с таким лицом она прекрасно вписалась бы в обложку для дебюта интернациональ спросить гелен она юрист образования ну-ка ну и что вообще-то многие модели дофига умные мудила нет гляд это не так голосе холла холоден и равнодушен ну так ну ладно свое мнение на твой счет она не поменяла до свидания ну понятно нечего разговорить шанс был блин не 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 нужно было настолько затягивать нужно было осмотреть тело вчера но мне об этом и ким сказал типа мы не осмотрели тело и мы не поговорили с подозреваем нужно идти во фрите черт хоть бы она недорого стоило это фигня я бы еще бутылочек тут нигде бутылочку вас нет ребят я бы по закоулкам полазил в поисках бутылочек насколько бы то ни было ужасно они сколько по 10 центов каждая вроде как идет чертовы бутылки интересно они как-то спауниться появляются или и кстати да дружище у тебя можно что-то продать или мне кажется так это у нас щит упавший нет по-моему я тут уже все пособирал нужно будет еще кстати плена контейнер не открывается ну-ка до свидания эвритин тинькуля так давайте мы еще раз помогать сюда зайдем на секундочку если нет то мы пойдем сейчас во фрите просто узнать хотя бы сколько стоит это соль нюхательный на шатерный спирт или как его там стоимость 2 а футболка крутая да 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 минус 2 авторитета не погоди чувак погоди погоди она светится желтым кстати в отличие от всего зеленого так что возможно это важная вещь но так погодите да не хватает денег собирайте бутылки сдавайте во фрите просто ну раз уж мы идем во фрите мы могли бы сдать еще пару бутылочек ну тут просто нет уже уже все пособирал жаль у нас 475 я бы не сказал что это так прям много кстати завтра наступит среда и я смогу опустить переправу закрыть переправу перебраску эту сторону возможно у меня появится какой-то ночлег возможно этого не исключаю так стоимость что вас а у вас есть нашатырный спирт а есть где-то ампула она определенно неопределенно машет рукой флакон магния немножко ампула на 41 ну давай я возьму одну как бы тут без вариантов до свидания идем осматриваться ладно один реал это не такие страшные деньги неприятно конечно но давно вы чуть не сохранялись я просто посчитал что мы как-то должны снять тело до того как его осматривать но с этой стороны я конечно не прав что я начал разговаривать с этими ребятами то так ладно погодите пакеты берем предметы ну давайте так пойдет предмет потерян нашатырный спирт успех хорошо ты откупориваешь ампулу с нашатырным спиртом и делаешь вдох запах смерти становится только сильнее мозг настойчиво кричит беги желудок хочет вывернуться наизнанку ты щуришь глаза и продолжаешь стоять посреди этой вони у меня опять курсор повис спасибо у меня по моему тоже традиция под конец многих серий хорошо это головоломка перед тобой висит головоломка и за разлагающийся плоти татуировок и жил это всегда так спустя неделю до разложения в самом разгаре подойти ближе ох на мужчине нет одежды только нижнее белье это татухи у него сверху такие хорошо только нижнее белье и покрытые эмалью ботинки кожа зеленоватая с поступающими волосками вен волосками вен черт побери ладно и трупными пятнами грудь и плечи покрыты тускнеющие паутины татуировок грузовый грузовой ремень которым он подвешен на ветку выглядит крепким для промышленного применения ну понятно давайте по очереди ботинки осмотрим похоже керамические яркая белизна ботинок резко контрастирует с разлагающейся плотью над коленом погибший носил плотные синтетические носки возможно как дополнительную подкладку их покрывает ткань тонкая сеть защелкивающихся пластинок внутренней империи фигасе искусные и утонченные они кажутся совершенно чуждыми окружающему тебя миру какими-то неуместными совершенно очевидно что это не ботинки а броня возможно часть комплекта это не просто ботинки да это часть брони которые с него сняли действительно зажав блокнот подмышкой лейтенант приседает чтобы изучить подошву строго говоря это не ботинки а саботоны но вода у лейтенанта мнемотехника а6 это не просто блокнот это классика к черту блокнот расскажи мне о броне очевидно это какая-то супер броня или может броня будущего супер супер броня будущего тут от меня никакого толка а что именно за броня керамическая в основном из диоксида циркония здесь должна быть указана модель знаете цирконевые браслетики начала потом цирконевая броня куда под каблуком фейер везер ого он немного поворачивает ботинок фейер везер т-500 в е полагаю в е означает стекловидную эмаль продвинутые технологии где остальные местные растащили я думаю сняли рабочие он кивает это все что осталось он здесь уже семь дней висит было бы странно если бы они стащили логично нужно поискать другие части брони это может дать новую информацию он кивает на куну это может что не этот может что-нибудь знать может у него из брони были только эти ботинки да ну хотя может быть ну давайте не думаю у него под одеждой было что-то ценное ради чего им пришлось снять с него джинсы и рубашку которые мы нашли броню такого типа часто ведь надевают под одежду ну читай как выглядят ботинки такой под одежду не так уж и оденешь ну ладно логично хорошо а что если он приказал ему раздеться прежде чем повесили чтобы унизить таких случаях они обычно раздевают до гола лапута мадре бессмертные прочее а наш повешенный остался в трусах да в этом есть логика чёрговоры про труселя услышал единственное знакомое для себя слова такой аж совершенно очевидно что куна очень хочет вести свой вклад беседный ему не за что зацепиться такой материал выглядит здесь неуместным так и есть он дорогой лейтенант проводит указательным пальцем линию на покрыты росой броне так мы уже несколько лет пытаемся заказать аналогичные материалы для наших тактических подразделений полицейские управления сочло это слишком затратным за это время быть потеряли в перестрелках уже шесть человек на каких суммах идет речь весь комплект зарплата примерно за четыре года фига себе в северо-западном регионе ревошоли офицер среднем получает 5 500 реалов в год без учета звания баблишка детка это много как я понимаю на зарплаты обидно для зарплаты обидно малого для самого для для обмундирования до много 5 500 реалов да так то не такие же большие деньги как человек позволено этому ему выдали это обмундирование ладно он работал в кренель как и сказал нам же как и сказал нам джойс это военное обмундирование преслед а предоставленная богатой охранной компании со связями на государственном уровне у них намного больше ресурсов чем у нас постучать по ботинку воздух наполняет тонкий звон будто кто-то позвонил в колокольчик или постучал по краю фарфоровой чашки по звуку кажется хрупкими уж хрупкими его точно назвать нельзя хрупким материал перераспределяет и кинетическую энергию в горизонтальной плоскости от пластины к пластине в итоге полностью рассеивая и он показывает на ботинки видите сложная сеть едва заметных линии покрывает пластины разбивая их на более мелкие фрагменты которые делятся затем на еще мелкие пластины сотни маленьких пластин как паркетные доски конструкция выглядит органично и созданной под вдохновением от высокотехнологичных древесных вот высокопрочных какие высокопрочных древесных пород возможно таких какие будут и как бы как бакаут и обиновое дерево это не что-нибудь напоминает если бы деревья были из фарфора спил мог бы выдержать выглядеть именно так прости пальцем по линиям блестящая гладкая поверхность на самом деле представляет собой еще более сложное хитросплетение элементов апогеем которого становится правый саботон где ты замечаешь узор пластинах складывается в буквы и номер е500 100000 показательный узор похоже на правом ботинке указан серийный номер хорошо вы не могли бы его прочитать он касается языком подсохшего кончика шариковой ручки пожалуйста модель и номер теперь у нас есть хоть какая-то информация когда закончим можно будет воспользоваться арации в в моей тачке короче кинеми и проверить этот номер в любом участке потянуть за ботинок вонь заполняет твои ноздри ты тянешь вниз и сверху раздается зловещий хруст чем ноги отрываются что ли черт сайте раскатки окрикивает вас ли тебя лейтенант он смотрит как ты стоишь нажав подмышкой ботинок и в уши снял мусор хочет ему башку оторвать а это не нога отрывается это шея хрустится я ясно может тупо упасть убойно лейтенант виду тебя тревожные что такое а это плохая идея да вы же ему так голову оторвете на понятность дело это гомосятина так можно и голову оторвали да именно об этом я и говорю сделайте сделав это вы усложните работу суд медэксперта так что не надо и впрямь с этого угла действительно видно что шея так долго не протянет он мертв уже неделю его мышцы стали практически жидкими да и вообще что вы хотели этим добиться зачем вы повысить зачем вы повисли на ботинке ботинки подошли мы к моим клешам но но это продвинутая вражеская технология мы должны изучить на предмет уязвимости мы что не детективы что ли в этом ботинке могут быть улики я же сказал что они дорогие думал можем их подносу прости я даже снимать их не хотел просто хотел попробовать вот честно говоря вот так что попробовать чему вообще можно научиться без экспериментов хотел посмотреть что произойдет может я хотел поставить эксперимент ну знаешь поддался импульсу своей исследовательской натуры вот так вот понимаю однако лейтенант постукивает по ботинку у вас все равно не получится их снять ведь биологический материал этого тела стекал вниз в ботинки они теперь вросли в ноги как думаете почему местные до сих пор не сняли я задавался именно этим вопросом сняли всю броню кроме ботинок ну в принципе это логично то что сейчас сказал может все-таки найдется способ содрать их с ног но для этого нужно сначала снять труп с дерева а еще возможно будет лучше если лейтенант не будет при этом присутствовать понимаю понимаю к чему ты отличный план украсть ботинки мертвеца но это же не но это же так бесчестно блин почему такой сложный выбор вы чё это так нельзя отличный план то есть прийти сюда ночью и сдернуть ботинки пока он спит а потом врать ему не не хочу не хочу бесчестно ну что ж ладно значит придется оплачивать счет в гостинице очками чести сколько бы тебе не удалось набрать что есть очки чести нет конечно не будет таким наивным что-то добыть с ботинками в морге о них позаботиться учитывая всю ситуацию им все равно им все равно ничего не даст а нам нужно правильно ставить приоритеты он смотрит на ботинки может вернемся к работе отойти посмотреть на труп хорошо ребята у нас давайте уйдем на минуточку сохранимся и продолжим осматривать труп уже тогда следующей серии потому что просто по хронометражу не влезем поэтому пока что у нас всем спасибо что были с нами ребятушки увидимся в следующих сериях всем удачи добра бобра все молодушек и всем покеда и Субтитры подогнал «Симон»